Порядок элементов в сете. Все мы, как бы, в принципе, знаем, что хэш-сет, реализация, нам порядок элементов не гарантирует, да, то есть мы туда можем загонять, загонять элементы, и порядки мы хрен получим. Правильно? Какому угодно. Почему? Потому что по хэш-коду мы будем вас скидывать, куда попал. Три-сет порядок гарантирован сортирован. Как отсортируете такой порядок и будет. В чем еще преимущество хэш-сета по поводу три-сета, или наоборот? Три-сета по хэш-сету. В хэш-сете очень быстрая выборка и быстрая проверка на контейнс. есть элементы или нету. Потому что просто хэш выполнен, он сразу перевернет, есть элементы или нету, да. Три-сеты для того, чтобы узнать контейнс, и надо хотя бы на него добежать по три. По три бегать, в принципе, не так-то, ну, достаточно быстро бегает, потому что там нашел, больше-меньше, бух, сразу полдерева и все. То есть операция, в принципе, быстро выполняется, но все-таки не длиннее. Частенько бывает необходимость, когда мы хотим получить весь функционал, красоту хэш-сета, да, то есть быстрый метод контейнс, быструю там ставку, проверку и так далее, но при этом сохранить порядок элементов, то есть когда мы хотим интервироваться по хэш-сету, мы хотим сохранить порядок, тот, который мы вставляем. Для этого, может, многие знают из вас, может быть нет, но есть реализация, так называемый, линк хэш-сет, да. То есть это стандартная, короче, реализация, которая вам, она наследуется от хэш-сета, там просто сохраняются еще, как-то называемые указатели, да, те элементы порядка вставки. Соответственно, когда вы будете интервироваться по линк хэш-сету, то вы получите порядок тот, который был согласно вставкой. Но при этом это будет хэш-сет, соответственно, этот контейнс по хэш-коду работает очень быстро и так далее. Ну и давайте для примера напишем тоже такой вот пример. Для примера. Для практики. То есть создайте хэш-мапу. Обычную. Перейдем на хэш-мапы. Потому что, соответственно, раз есть линк из хэш-сет, естественно, что есть и линк из хэш-мап, в которой, естественно, просто ключи ассортированы и так далее, создайте хэш-мап. Используйте, естественно, интерфейс-мап для доступа уже, но просто сделайте new-хэш-мап. Сделайте integer-string. И заполните ее элементами от пяти до единицы. Вот именно в таком порядке. Пять, четыре, три, два, один. То есть add, 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 add. Пятерка там, гугл-ад, значит, четверка гугл-в и так далее. И потом сделайте просто system-out, print-to-end это хэш-мап. И скажите мне, что получится. Один, два, три, четыре, пять. Правильно. Получаем один, два, три, четыре, пять. Почему? Порядок же не гарантируется, что-то. Правильно не гарантируется? Мы добавляли пять, да, получили пять в конце. Добавляли четыре, получили четыре предпоследние. Итак, почему? Потому что идем в обычный стандартный хэш-код. В классе integer метод хэш-код что возвращает? Значение этого интежера. То есть, по сути дела, обычный интежер возвращает сам себя в плане хэш-кода. Поэтому, когда мы начинаем распределять по хэш-коду, собственно, хэш-мапа таким вот образом и работает. Она распихивает, то есть, как бы, один попадает в одну ячейку, в второй пакет и так далее, и так далее. Мы получаем близко-сортированный такой элемент 1, 2, 3, 4, 5, да? Но порядок, естественно, не соответствует тому порядку вставки, да? Для того, чтобы хотим получить порядок вставки, да, давайте тот же самый код, но просто сделаем линк хэш-мап. Да, то есть, просто реализацию заменим, хэш-мапы на линк хэш-мапы, опять же, выполним этот код и посмотрим, что у нас получится. Соответственно, получили то, что хотели. Так, то есть, получили пять, четыре, три, два, три. Потому что порядок совпал. Порядок совпал с порядком вставки. Как вставляли, так и получаем результат. При том, что у нас это все еще хэш-мапа, все те же там хэш-коды, иклассы там работают и так далее. То есть, все те же приколы, которые есть в хэш-мапе, все те же преимущества хэш-мапы, которые есть у нас, мы, в принципе, получаем, но при этом сохраняется порядок вставки. Иногда это очень полезно. То есть, когда нам необходимо, то есть, мы там получаем, загоняем, загоняем, загоняем элементы какие-то, да, потом мы хотим просто вывести в том же порядке, в котором мы получали, мы их можем вывести. И, соответственно, также мы можем сюда хеш-кодов проверять или быстро получать элементы из мапы, и это все будет хорошо. Вот. Не многие из вас знали. Я множество, некоторые знают, это хорошо, если вы знаете. Но если вы не знаете, то вы его сейчас узнаете. В блинхешмапе есть интересная вещь. Есть конструктор. Не стандартный, дефолтовый. Вы сейчас, наверное, взяли обычный дефолтовый конструктор без параметра. Если внимательно посмотреть на те конструкторы, которые там есть, то там есть один очень интересный конструктор, который принимает буллевское значение. Выглядит он вот таким вот образом. То есть он принимает три аргумента, этот конструктор, блин к хешмапе. Первое это initial capacity, второе это load factor, и третье это access order. Первые два аргумента этого конструктора, они, в принципе, передаются в хешмапы. То есть они также имеют отношение и к хешмапе. И что они значат, в принципе, желательно, чтобы вы знали. Я вообще немножко объясню, да? То есть initial capacity это начальный размер. То есть если вы приблизительно знаете, сколько у вас элементов будет в этом хешмапе, имеет смысл его задавать. Потому что хешмапа сразу вам вырастет ровно такая, хеш-таблица будет ровно той размерности, которую вы бы задали initial capacity, и там будут красиво распределяться все элементы. Почему это важно? Потому что initial capacity по умолчанию там какое-то задаётся, я не знаю, по умолчанию там какое-то там есть. 16. Ну вот. То есть если вы добавляете, сколько вы добавляете 17 элементов, грубо говоря, то хешмапа должна расти. То есть она растёт там до 32, то есть увеличивается в два раза. То вот это вот увеличение, увеличение мапы уже достаточно трудоёмко. Это не операция. Это не так, как в массиве, когда в RL-листе мы просто раз копернули массив там один-другой, и раздвинули его здесь. Немного хуже. Почему? Потому что кроме того, что мы должны увеличить хеш-таблицу, мы ещё должны перебалансировать элементы. Ну не балансировать, а перехешировать её. То есть они должны распределиться по-новому. Да? И соответственно, чем больше элементов, чем больше раз мы это делаем-делаем-делом, вот это вот перемещение элементов, оно достаточно ресурс-перёвкой операций становится. То есть будет больше и больше и больше. Поэтому initial capacity, если вы заранее знаете, приблизительно лучше задавайте. Пусть будут. Теперь load-factor. А зачем перехешивать? Потому что хеш-код equals там функция, которая распределяет их по пакетам, да, эти элементы. Там, по сути дела, задаётся нормальное распределение. Так вот, нормальное распределение зависит от того размера, сколько максимальных элементов ты можешь запретить. То есть элемент там с хеш-кодом 5, да, в, грубо говоря, в хеш-мапе 16, да, он там попадёт на позицию, ну скажем, 10, например. Не знаю точно. Вот. Соответственно, когда хеш-мапа будет 32, то он уже на десятый не попадёт. То есть он скорее всего перераспределится по-другому. То есть используется нормальное распределение, чтобы они равномерно располагались. Поэтому, соответственно, когда мы увеличим хеш-мап, происходит это перераспределение. Обязательно. Load-factor. Load-factor второй параметр. Он задаёт, это аргумент, это float от нуля до единицы. Вы задаёте степень загруженности мапы перед тем, как она будет расширена. Степень загруженности. Грубо говоря, есть load-factor, там, по умолчанию load-factor 0.75. То есть три четверти. То есть как только мы на три четверти загрузим нашу мапу, она сразу же начнёт расширяться. Она не будет дать до самого конца. По умолчанию хеш-мапа размером 16, да. Три четверти от 16 это сколько? 12 элементов. То есть как только мы 12 элементов забьём, она ещё будет 13 и держит. Как только мы будем вставлять 13 элемент, мы в бум расширимся до 32. Соответственно, дальше три четверти от 32 и так далее, там в годов. Load-factor тоже хорошая штука. То есть чек, его иногда с ним тоже можно играться. То есть можно задавать меньше, соответственно, если задаёте его меньше, там 0.5 и так далее. Соответственно, она чаще будет расширяться. Если задаёте его больше, она реже будет расширяться. Соответственно, если вы приблизительно знаете, что в вашем коде, например, максимум будет элементом, скажем, там 100 штук, да, то вы можете создать единственную capacity 100 и load-factor там поставить тоже единицу вообще. Тогда она вообще никогда расширяться. Она расширяться будет только после того, как она полностью заполнится. Если вы поставите load-factor, например, больше единицы, то что это значит? Она расширяться вообще не будет. Она вот останется той capacity, которую она дала. То есть у неё будет, например, 100 или нет, а у нас 100 от неё останется. Дальше мы просто начнём терять вот это имущество хэшмапа. Соответственно, будут происходить коллизии, и эти коллизии будут реализовываться в обычном списке. Расширяется она в два раза? Что ж так? Расширяется она в два раза? Обычно, да, расширяется всегда в два раза. Обязательно. Нет, нет. То есть она сразу в два раза. Она сразу вкусывается в кусок памяти в два раза больше, чем она сейчас есть. То есть эти два параметра, они, в принципе, не только для линд-хэшмапа, они для обычной хэшмапа имеют смысл, и просто важно знать, что они есть, и иногда с этим вы можете настроить поведение своей программы и, соответственно, улучшить скорость работы с вашей программой, потому что вы, как бы, можете настраивать, как часто она будет расширяться и сколько элементов в неё будет помещаться. Так вот, в линд-хэшмапе есть ещё интересный параметр. Мы знаем, что элементы, когда мы это добавляем, они попадают согласно... Потом мы их можем итератором пройти согласно страту. Есть такая штука access-order. По умолчанию access-order это false. То есть вот access-order влечительность. Но если вы поставите access-order true, то элементы, получается, когда вы будете итератором держать по ним, да, они вам будут возвращаться в том порядке... В порядке... Порядок будет соответствовать порядку доступа к этим элементам. Таким образом, что элементы, которым доступ происходил реже всего, то есть самые такие непопулярные, грубо говоря, элементы, они будут в самом начале. Элементы, которым мы чаще всего достукивались, они будут в самом конце. То есть false — это по умолчанию порядок согласно вставке маты, то есть это обычная реализация, да, а true — порядок согласно чистоте доступа, можно сказать, от меньшей к большей. То есть чем чаще вы достукиваетесь к какому-то элементу, чем чаще вы ему делаете get-get-get, тем, значит, он позже будет встретиться в этом результате. Какие же методы влияют на доступ к элементу? На доступ к элементу влияют только методы get или put. То есть если метод итератора, то есть когда вы пробегаете по элементам, он, естественно, будет влиять, потому что вы делаете... Или наоборот, итератор не влияет как раз, он просто продвижался. А вот когда вы делаете get по ключу, вы сказали ключ, дай мне, вы раз — получите, сделали там put, засунули по ключу новое value, это считается, что доступ произошел. Причем, очень интересно, access order присутствует только в кэш-мапе, в кэш-сете его нет. Вот такое понятие тут сложное. Ну, в кэш-сете ты делаешь get, ты сразу получаешь элемент сета, ты уже сделал доступ. Итератором ты сделал get, ты уже сделал доступ. Тут как бы все очень фанты легко. Именно в кэш-мапе имеет смысл с этим бороться. Ну, давайте сделаем, да? То есть вот в вашем предыдущем примере, где вы создавали link-кэш-мап, да, сделайте в конструкторе, и теперь допишите вот такую штуку, да? То есть 5-1-true. initial-capacity 5, ну, потому что у нас все-таки 5 элементов мы загнали туда, да? 1-это значит load-factor-единица, то есть мы не хотим расширяться, то есть мы все только 5 элементов заставляем, да? И true-это значит access order. Так? Потом у нас идет что? Мы загнали элементы 5, 4, 3, 2, 1, да? Поместили их туда, то есть ваш код остался, который у вас остался. И потом, прежде чем вы делаете sysout, сделайте map-get. Просто map-get, получите элементы. Причем вначале сделайте get третьему, потом get пятому, и потом get первому сделайте. И, соответственно, sysout. Вы видите это на экран. И посмотрите, что получится. Получаем 4, 2, 3, 5, 1. И почему мы такое получаем? Давайте разберем. Значит, последний к какому мы элементу достукивались? Последний к примеру. Это единичка, да? То есть мы сделали 3, потом 5, потом 1. В последний раз мы достукивались к элементу 1. Соответственно, наиболее часто используем элемент, и последний элемент, который использовался, это была единица. Поэтому она получилась в самом конце. В предпоследней была пятерка, она, собственно, предпоследняя стала, и потом была тройка, она, собственно, посередине и осталась, да? А 4 и 2 остались почему? Они остались в том же порядке, в котором их изначально в маму засовывали. То есть изначально порядок сохранения, ну, изначально такой же порядок, как порядок вставки элементов. Был в начале 4, а потом 2 мы оставляем. Но как только мы делаем get операцию, начинаем get, 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 да? Ну, можно было так же самое делать операцию put, то есть по какому-то ключу просто другой, там, b, или суммы, там, в торгу какую-то другую. Не важно. Как только вы делаете операцию get или put, то последняя эта операция, раз вы ее сделали, раз она последняя, она сразу раз в конец попадает. Вот, потому что она, как бы, в конце, вы к ней последние достучались. Вот. И чаще всего, если вы будете это делать, то они тоже начнут там в конце, если вы часы. И у него будет реализована эта вот мамка. Идеально подходит для, в принципе, если вам надо реализовать какой-то простенький LRU-container, кэш. LRU-кэш – это least recent reuse cache. Что это значит? Это значит, когда у вас есть какое-то определенное фиксированное значение кэша, да, вы туда загоняете, загоняете элементы, элементы достаете из кэша, и вы хотите, чтобы элементы, которые реже всего используются, да, то есть они, в принципе, из кэша удаляются. Соответственно, когда вы новые вставляете, если кэш заполнен, вы, как бы, хотите удалять. Что интересно, что LRU-кэш-мапа, она предоставляет метод, который автоматически вам может удалять элементы, которые реже всего используются. Метод называется remove eldest entity. Этот метод будет вызываться всегда, когда делается доступ к мапе, то бишь get либо put. Вы делаете get либо put, и сразу после этого вызывается remove eldest entity автоматически. Причем, заметьте, этот метод protect. То есть вы его сами вызвать не можете. Да, то есть это вот он вызывается внутри мапы. Но он protect. Это что значит? Мы можем унаследоваться от LRU-кэш-мапы, да, и переопределить этот метод. Соответственно, если мы его можем переопределить, и в нем определить алгоритм, как мы хотим удалять из этой мапы, каким образом мы будем удалять последние используемые элементы. На самом деле метод, видите, возвращает true loophole. То есть если true, значит remove eldest entity, значит да. И оно как бы удалит самый реже используемый элемент. Значает, например, что в какой-то момент у нас неожиданное элемент попадает? Да, но он пропадет не неожиданно, а он пропадет вполне ожидаемо. То есть для того, чтобы эта штука работала, тут важен такой нюанс. Для того, чтобы эта штука работала, вам необходимо, во-первых, создать мапу с какой-то определенной капасией. Ну это будет размер вашего кэша, например, десятка. Соответственно, вы должны load-фактор установить какой-то. Наверное, больше единицы. Потому что если вы поставите фактор меньше единицы, мапа, оно никогда удалять не будет. Мест не хватает, оно будет больше, оно будет расти-расти. То есть если load-фактор будет меньше единицы, то оно, соответственно, расти не будет. Оно мапу быстренько заполнит до 10 элементов, потом оно захочет ставить 11. Что оно произойдет? Оно его попробует ставить, не может. Мапа полная, да? Оно, в принципе, сделает коллизию. Но оно, перед этим, вызывает этот метод. RemoveLdescentity. И оно посмотрит. То есть как бы оно вставит элемент, а дальше спросит, надо ли удалить старый или не надо. По умолчанию removeLdescentity возвращает false. То есть не надо. И оно, соответственно, будет вставлять, и получится коллизия. Ну и мапа будет расти дальше, только уже в коллизионном поп-флане. Но если вы будете возвращать там true, оно начнет элементы удалять. Давайте, собственно, это заинклиметьим. Давайте, то есть создайте отдельный класс. Назовите его simpleLruCache, да? И унаследуйте его от linkCacheMapper. Класс наш тоже будет, естественно, поддерживать женерики. Поэтому я там тоже, видите, сделал kv. То есть как... Все как обычно. То есть с женериками мы как бы работать умеем. Что мы делаем в этом классе, да? То есть мы начали задаем int capacity. То есть так как это у нас кэш, то есть мы сделаем только один конструктор, который сразу принимает capacity. Capacity этого кэша. И мы сохраним эту переменную себе, чтобы она у нас была, осталась. Супер класс. Супер класс. Мы вызовем конструктор. Супер конструктор, да? И мы туда передадим что? Capacity плюс один. То есть мы ему скажем, что чувак, сделай нам комарку, у которой размер будет вот, которую мы хотим, но плюс один. Сейчас я объясню, для чего это плюс один. Дальше loadFactor ставим один точка один. Ну, любой там может было. Два поставить три. То есть это значит больше единицы. Это значит, чтобы она не расслабилась, не увеличилась. Ну и accessOrderTrue. Чтобы элементы сортировались по accessOrder у нас. Просто согласно тому, как мы к ним достукиваемся. И дальше нам достаточно только что делать. Overwrite этот метод, который remove lsEntity. И в нем мы будем overwrite в следующем случае. То есть мы возвращаем true. То есть когда мы говорим, что да, точно, хочу удалить, пожалуйста, старую entity. Только в таком случае. Если this size больше, чем capacity. То есть если текущий размер, конечно, больше, чем capacity, которую мы заплатили. Такое может получиться. Видите, мы изначально указали capacity плюс один. Такое вообще для чего нужно. Потому что, когда мы вставляем новые элементы, то этот метод remove lsEntity вызывается после того, как произошла вставка элемента. То есть вначале произойдет вставка, грубо говоря, одиннадцатая. То есть у нас кэш, например, размером десять. То есть вначале произойдет вставка одиннадцатого элемента. И размер кэш-мапы станет одиннадцать. А потом оно вызывает remove lsEntity. Еще раз, еще раз давайте я вам объясню, почему так, да, почему такое сделать. Коллизия у нас не будет никогда. Почему? Потому что мы в супер-класс оправили capacity плюс один. То есть если мы создаем этот lrcash, например, хотим capacity десятка, да, сделать, то есть десять. То в супер-классе создастся capacity одиннадцать. То есть можно размещать одиннадцать элементов. Без коллизионов вполне нормально только разместить. Вот, и, соответственно, что теперь будет происходить? Когда будет добавляться, собственно, одиннадцатый элемент, как только одиннадцатый он добавится. Пока одиннадцатый элемент он не добавится, все будет хорошо, все будет работать. Когда только добавится одиннадцатый элемент, то, ну, в принципе, каждый раз будет вызываться метод remove lsEntity. После добавления, после метода kf, и так далее. То есть будет делаться remove после добавления. Будет вызываться метод ev после удаления. И после добавления. После добавления. Метод remove lsEntity. И он будет спрашивать, надо ли удалять или не надо удалять. потому что мы как бы сейчас, ну, 11, может быть, надо, но человеку каждого раза могу призываться. Когда this size, то есть size, когда мы станем больше, чем наша capacity, то есть когда, получается, 11 элементов мы добавили, у нас size равен 11, и capacity изначально мы запросили 10, почему мы capacity сохранили. Да, соответственно, в общем, мы говорим true. И оно как-то какой-то там наименее часто используемый элемент, он просто его чеки-скосит. Да, теперь написали этот класс, вернемся к вашему прошлому примеру. Да, сделайте вот такую штуку. Загоните элементы 1, 2, 3, сделайте вот в вашем прошлом примере, то есть вы делаете map, там, где у вас создается мапа, да, то есть вы делаете не new link hash map, а вы создаете ваш вот этот вот new simple lru cache. Ну, или отдельно просто даже напишите этот код, да, то есть hash map, то есть map там тра-та-та, integer string равно new simple lru cache, так, integer string, добавьте элементы 1, 2, 3, потом сделайте get элементу 2, и добавьте элемент 9, и напечатайте это. И посмотрите, что у вас получится. Получилось. 2, 9. 2, 9, правильно? Да, то есть получились 2, 9. И почему так получились, да, давайте еще раз разберем. То есть мы создали cache на 2, максимум, максимум только 2 элемента. Мы начинаем добавлять 1, окей, добавилось, добавилось 2, добавилось, да, как только добавилось 3, мапа уже стала слишком большая у нас, да, то есть какой-то элемент надо удалить. Оно вас вызывает удалять, то есть спрашивают удалить вам старую, вы говорите, да, удалить старую. Какая самая старая из 1, 2 и 3 единичка, потому что она в конце сам добавлялась, да, ну, вернее, в самом начале добавлялась, она самая старая. Я ищу скосили, в cache получилось 2 и 3. Дальше вы сделали g2, значит, мы сделали доступ, произвели к элементу 2, значит, 2 переместился в конец, да, 3 осталось в самом начале, потому что как бы так вышло. Дальше вы делаете put 9, вы добавляете 9. Естественно, надо удалять старый элемент, старый элемент, да, в нас случае получается 3, оно его скосило, и у нас 2 переместилось теперь сюда, 9 получился последний элемент, который вы доступили, осталось 9. Таким образом мы получаем 2 и 9. Это называется... Когда вы делаете put, когда делается put, да. В любом случае, даже если мат вы динутся вообще. Даже если не нужно, а каждый раз будет то есть. Для этого мы написали return. Для этого, видите, для этого мы и написали, да, size больше, чем капастин. Когда мы перевысили за размер кэша, то есть мы будем скашивать. То есть, на самом деле, очень простенькая штука, очень простенькую реализацию мы написали, да, можно даже как-то, наверное, усложнить, если захотеть, но в целом иногда в ходе может вам помочь, да, если вам нужно просто создать какой-то такой простенький кэш, самый простейший, да, просто хранить эти элементы и старое подкашивать. Вот такая штука, вот такая вещь, это дополнительная реализация, вот этот link-кэш-мап, который вот такие вот маленькие прикольчики в ней есть. Заодно и узнали о кэш-мапах, эти capacity и load-factor, тоже это важные вещи, да. Ну и, соответственно, кэш, если вам в программе когда-нибудь понадобится реализовать простенький кэш там, ну это не если бы не конкретно для всего приложения кэша, может быть, какая-то там, ну какая-то функция, а там какие-то швёт, например, запросы, да, получает ответы, потом эти ответы отдаёт, то возможно, в принципе, такой кэш вполне реализовать. Единственное, только важно, чтобы помнить, что link-кэш-мап не синхронизированный класс, поэтому вы типа точность с ней надо, короче, будет вам действовать самому. Но если у вас один поток, всё просто, то простенький кэш реализовать вполне возможно, сложности это не должно быть. Хорошо. Ещё две реализации мапы, которые вы должны знать и, соответственно, пользоваться ими, если у вас такая необходимость будет. Первая мапа это enum map. Да, это тоже реализация обычного мапа, но в ней ключами являются значения enum. Причём, чём как бы фишка, почему вы не используете обычный, там, хеш-мап? Да, можно, конечно, не против. Но проблема в том, что когда вы обычный хеш-мап, вы используете ключи enum, то у вас, получается, под каждый кейс создаётся собственный реформ, создаётся объект, новый, и когда вы создаете enum map, то вы говорите, там, ключом будет только значение этого enum, то есть передаёте конкретно enum, да, в enum какие-то значения перечислили. Там, а, б, с, д, е, да, то в enum map, когда вы её создаёте, вам сразу генерится массив, да, который соответствует количеству values из enum, да, сразу массив. И в этом массиве просто хранятся эти values. И индекс массива соответствует индексу этого enum, который, как бы, есть, потому что каждая enum, у него есть ordinar index, который от 0 до скампи у вас есть. То есть, получается, хранение очень эффективное. То есть, у вас не выделяется два-три объекта, там, не делается, там, если это хэш-таблица, то не делается эти хэш-таблицы, вот эти там перераспределения, всего этого нету смысла, да. Для три, соответственно, не делается эти ноды, там, какие-то там списки, ринки. То есть, слишком много памяти занимает для хранения всего лишь, что, как бы, по сути дела, массива значений соответствующих каким-то enum. Поэтому, если вам нужно мапы сделать соответствующие определенным значениям enum, то используйте enum map. Компактно хранится всё, эффективно, очень быстрый доступ получается достаточно. Быстрая ставка, удаление, поиск, вообще всё быстро. Потому что enum — фиксированное количество значений. Получается, ключей вы можете только фиксированное количество внести согласно enum. Вот. И вторая штука — это wick-хэш-мап. wick-хэш-мап — это мапы на основе слабых ключей. wick-refer. Что это значит? Что, когда вы вставляете значения в любую другую мапку, список и так далее, то на ваш элемент создаётся референс определённый. Стандартный strong-референс — это обычно сильная ссылка. То есть это что значит? Что вы можете этому элементу присвоить null и так далее, но пока он лежит в обычной мапе, то на него, соответственно, есть референс, и garbage-коллектор этот элемент не заберёт, он не удалится. Соответственно, wick-хэш-мап сделано таким образом. То есть нам создаётся для ключа wick-рефер. То есть когда вы загоняете ключ, когда вы загоняете ключу, просто предназначаете null там, да, или как-то удаляете на него все остальные референсы, то garbage-коллектор может почистить этот ключ и удалить его из памяти. Соответственно, когда garbage-коллектор это выполняет, то есть он чистит всё и удаляет, то из хэш-мапа это всё значение value удаляется. Да? Вот такая штука происходит. Получается, здесь ещё, вот здесь вот как раз всё очень неожиданно происходит, то есть здесь того не всё, память, эти мапы элементы поудалялись. Но зато это, временное хранилище данных. Каковременно сохранить данные, которые... Давайте сейчас напишем маленький пример использования в хэш-мапы. Соответственно, посмотрим, как она используется, да, а потом я ещё расскажу, где его можно применить. Да? То есть вид маленький, небольшой пример. Да? То есть, опять же, плавный static void main. Создаём мапу, да? Создаём мапу, в которой ключами есть какие-то элементы дата, да, а значением у нас идут треники какие-то, например, да? И, соответственно, в хэш-мап. Data — это обычный класс. То есть, создайте new class, ну, я же говорю, напишите вот такую штуку, потом выклипьте там Ctrl-1, пусть она вам автоматом исправит ошибку и создаст новый класс data. Просто любой класс. Какой-то класс отдельный. И в мапы, кстати, напишите там data class, да? Мы создали new data, new data, создали этот объект, поместили его в мапу, то есть создали put data и соответствующий information. Дальше что мы делаем? Мы делаем data равно new, now, да? То есть мы представим на значение и мы его, как бы, все, мы его сделали now, то есть мы убрали на него референс, вот этот жесткий референс data. Теперь мы, получается, его сделали доступным для garbage collector. Garbage collector вполне может его убрать. Ну, потом можно выполнить систем GZ, например, жестко вызвать garbage collector. Это не обязательно, мы просто сделаем это для того, чтобы получилось, да? Но правильная проблема в том, что в Java garbage collector, вызовы его, они строго не регламентированы. То есть когда вы вызываете GZ, это не факт, что вам в Java garbage collector в ту же секунду прям вызовется. Он может вызоваться немножко попозже. Особенно, это часто актуально, когда у вас в программе, например, используются параллельные garbage collector, когда они могут вызоваться вообще в любой другой момент времени. И я поэтому там, собственно, дописал, как же проверить, что он действительно удалился, да? Я поэтому, собственно, пишу вот этот цикл, да, от одного там до десяти тысяч, просто беру, да, и проверяю, пустая ли, мапа или нет. Ну, если пустая, я просто наговорю, что да, пустая, и break. Напишите такую штуку, только в цикле еще выведите итерацию, номер итерации, на которой, на которой вы, собственно, выведите сама пустая мапа. Возможно, сразу будет на нулевой итерации пустая у вас. Ну, и выполните ваш код. Димон, если вы выбираете GZ, почему он удаляется? Просто не успевает, потому что я более чем уверен, что там генерится такой бейт-код, что вот этот вот цикл, видите, там доступно дело, что он просто тысячу раз быстро пробегает, да, но каждый раз вы просто сравниваете empty-не-empty, да, а при разе empty, возможно, там быстро достаточно в хешмарке, просто там какой-то кеймерит. И я так просто сразу прикидываю, что в Sender это реально три строчки кода, и оно настолько быстро выполняется, вся вот эта штука, что действительно GZ не успевает там кликнуться. Но можно, например, знаете, что добавить? Вот делайте if map из empty, там пишите empty, а else, напишите else, там, на empty, добавьте вот такую штуку. Тогда получается, у вас будет постоянный сесал, и у вас получается, а сесал, он идет в иклипс на консоли, это слишком много потоков затрагивается, и тогда вот тот GZ после дата нул, в принципе, можно не вызывать, по идее он, я думаю, должен успеть вызваться. Такая вот штука, да, то есть, теперь где его можно реально применять? Для чего это надо? Казалось бы, нафиг это надо, потому что элементы сами по себе удаляются, причем неизвестно когда, да, когда там буквально человек вызывается. Хорошо подходит как временное хранилище. Когда, например, у вас идет, например, представьте себе ситуацию, когда у вас идет много запросов, куда-нибудь, и у вас с каждым запросом как бы вы ассоциируете, у вас есть какая-то определенная дата, ну информация такая, айтичных запросов, айтичных клиентов, которые там выполняют сейчас кучу запросов и так далее. И дальше вам, для того, чтобы выполнить этот запрос, вам этот запрос должен пройти много-много-много стадий, к примеру. Одна стадия – это обратиться в какой-то сервис, получить секьюрити информацию, в другая стадия – обратиться в еще какую-то информацию взять, в третья стадия – еще что-то. Ну так, знаете, много разных вещей, много разных стадий, и в самом-самом конце, возможно, там сброситься в базу данных, уже попасть в эту базу. А возможно, на некоторых, возможно, на базу не дойдет, может, он где-то там раньше вывалится и так далее. И на каждой этой стадии вам с этим взаимодействует какая-то информация, не просто там айтичных запросов и так далее, то есть айтичных, как бы каждый знает, вам еще нужна дополнительная, куча дополнительной инфы. То есть вот таким вот образом вы, в принципе, можете поместить вот эту всю дополнительную инфу в бикхешмап, где ключом сделать, например, этот запрос объектом, реквестом какой-то, хранящий айтичный, да, а всю дополнительную инфу просто помещать в отдельном, в этой мапе. Соответственно, тогда вы сможете быстро ее получать, то есть ваши методы смогут быстро получить согласность, то есть ему пришел, такой реквест, он взял по айтичнику, вытащил дополнительную информацию, обработал. Следующий метод, там, вы получил до конца, и всегда по айтичнику можно получать. Теперь, на любом из этапов, где там либо фейл, дали вам это идет до конца, там, что-то произойдет, вам бы, получается, из мапов пришлось бы эти элементы удалять. То есть, если какой-то фейл, какая-то фигня, пришлось бы вручную писать. А так, если вы можете писать в вихешмап, вам это не надо делать, она автоматически удалется, вы просто, получается, фейл произошел, все, вы просто забиваете, там, exception пробрасываете, идете дальше, да, и вы, как бы, уже вроде не обращаете внимания на сам этот объект задроса, он уже больше у вас нигде не используется, да. То есть, вы его дальше не передаете по циклу, вы просто в этом же методе вы ему дал, и все, и до свидания. И постепенно, постепенно, там, контейнер сам может спросить, как бы, эти элементы, он вам будет их подкашивать. То есть, когда у вас будут, ну, как бы, естественно, когда не просто один запрос, когда очень-очень много, да, то это может быть иметь смысл. У нас на проекте, скажем, такая штука используется немножко для других целей, но очень интересных тоже. У нас читается G-Stone файл, в котором очень много информации, там, о сделках, да, записанных, и этих сделок, ну, много, десятых тысяч сделок, да, но все уже Sony, в Applet, в строках за год, ну, лежит. И была у нас такая травма, что когда мы это все читали, то получалось, что там 10 тысяч сделок, каждая сделка, и, собственно, там куча информации, там, стрельги, интежеры в ней есть, да, то есть, каждая сделка в памяти там занимала несколько, там, килобайт, помножить на 10 тысяч, а потом на 20, на 100 тысяч, короче, памяти постоянно у нас шли, ну, не постоянно, но иногда, изредка, причем непонятно как, возникали out of memory exception, то есть, не хватало памяти на тачке, что это поддержать это все в памяти. Необходимо было что-то с этим делать. Ну, мы там вначале первым, первый такой пошел у нас запрос, так, давайте что-то перепишем, пусть оно дарпит, может быть, файлы, там, как-то с файлами будем работать, какие-то хитер-коллекции там найдем, а потом решили, просто нашли этот момент, что оказывается, когда мы вычитываем информацию из JSON, то у нас есть очень много информации о сделке, которая одна и та же. Например, там, банк, который проводит эту сделку. И банк, это, например, 5 символов в описании этого имя банка. 5 символов. И эти 5 символов JSON они хранятся везде, то есть, в каждой сделке есть эти 5 символов. 10 тысяч сделок 10 тысяч раз по 5 символов. Когда JSON вычитывает эту информацию, то он для каждого этих 5 символов всегда создаёт что-то? Он делает new string. И у нас получается 10 тысяч стрингов, которые хранят одни и те же данные. Они меняются, имя банка. 10 тысяч раз хранится. Хотя бы реально можно было бы хранить только один раз. Соответственно, мы решили сделать астимизацию. То есть, мы сделали такую штуку, когда при вычитывании, то есть, там, модифицировали этот JSON, доставили свой TypeAdapter, то есть, когда он вычитывает вот эти все стринги, мы все эти стринги забрасываем, собственно, в мапу. Соответственно, когда он вычитывает новый стрин, мы смотрим мапу, чувак, есть такой стринг или нет? Есть. Оно нам возвращает соответствующий объект из этой мапы. Опять мы смотрим мапу, есть? Есть. Оно нам опять этот объект возвращает. Так как, собственно, опираться на эти вот чтения и тому подобное, они происходят там рандомно, то есть, они в любой момент, там, непонятно, невозможно предупреждать, когда они будут происходить, и, в принципе, происходить одна опираться, а тут сразу же вторая может опираться, а чтение происходить, то мапы мы это сделали одну единственную, вот, и сделали их хешмапой. Соответственно, ключи, как бы, в эту мапу попадают, и они какое-то время там живут, пока к ним происходит доступ, пока идут проверки, пока мы их получаем, пытаемся проверить, есть ли такой ключ или нет, как только в какой-то момент происходит, там, память переполняется, ГЦ, да, он просто делает почищение, он все наши старые ключи, которые мы уже не используем, он все их почищает. То есть, благодаря вот этому, как бы, все там, автоматически работать, за этим следить не надо. Ну, и мы решили две проблемы. С одной стороны, мы уменьшили объем памяти, занимаемый нашими сделками после чтения. Другая проблема, то есть, другая проблема, то, что мы ключи, которые мы в мапу запихиваем, они автоматически поощущаются. И тем самым, у нас новые рандомные сделки могут загоняться. Ну, пример. Я такой, я один из, один из примеров, как это можно использовать. Вот. То есть, еще раз повторюсь, если вам надо время нахранить какие-то данные, которые вы хотите, чтобы потом автоматически удаляются. У нас очередь. Очереди, которая, все их знают, все вроде понимают, что такое очередь, почему-то не хотят использовать. Значит, мы знаем, есть обычный interface queue, соответственно, дисциплина лифо, у нас ты им кто-то стал, это обычная очередь, да? То есть, ждем, 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 соответственно, когда пришел к ночеред, ты, собственно, выходишь, да? Грубо говоря, лизуется каким-то образом, там, конец добавляется, и сначала...